В эфире «Радио Свобода» сегодня гости в программе «Лицом к событию» политолог-историк Валерий Соловей и журналист Александр Кушнарь, представляющий YouTube-канал NewsAder. После нескольких месяцев внутренних дебатов администрация президента США Джо Байдена предложила обменять российского торговца оружием Виктора Бута на американских граждан. Бритни Грайнер и Пола Уиллана, которые находятся в заключении в России. 4 августа Химкетский городской суд приговорил знаменитую американскую баскетболистку Бритни Грайнер к 9 годам заключения за контрабанду наркотиков. Грайнер признала вину, но уверяет, что не имела незаконного умысла. Найденные в ее багаже два вейпа с каннабисом были прописаны ей врачом в США в медицинских целях. Представитель Белого дома Джон Кирби обратил внимание на то, что приговоры по одним и тем же делам для иностранцев и россиян отличаются. Мы наблюдали подобные максимальные приговоры по обвинению иностранцев в делах, связанных с наркотиками в России. Как правило, исторически сложилось так, что иностранцы, арестованные по обвинению в хранении наркотиков и затем осужденные по их системе, получают гораздо более высокие сроки заключения, чем российские граждане. Бывший морской пехотинец США Пол Уиллан был задержан в Москве в декабре 2018 года и приговорен летом 2020 к 16 годам колонии по обвинению в шпионаже. Защита Уиллана отрицает его вину. Тот не знал, что на переданной ему флешке был секретный список сотрудников силовых ведомств и взял ее, полагая, что там находится туристическая информация. Уиллан вину не признал и называл процесс политическим. Бывшего советского военного Виктора Бута задержали по запросу США в 2008 году в Таиланде. Его обвиняли в сговоре с целью продажи оружия революционным вооруженным силам Колумбии. Это организация, которую в США признали террористической. За ее представителей себя выдавали американские агенты под прикрытием. В 2010 году Бут был экстрадирован в США. Полтора года спустя суд в Нью-Йорке приговорил его к 25 годам лишения свободы. Это было минимально возможное наказание по тем статьям, по которым присяжные признали Буту виновным. Россиянин и в ходе процесса и позднее категорически отрицал свою вину. 1 августа Россия сделала США встречное предложение по обмену. Возможно, речь шла также о близком власти бизнесмене Владиславе Клюшине. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 5 августа заявил, Грейнер может воспользоваться процедурой помилования. Госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, США продолжат переговоры с Россией об обмене. Вот такая картина. Я обращаюсь к Валерию Соловью. Здравствуйте. Почему тема обмена сейчас вышла почти на первый план в российско-американском диалоге? Михаил, здравствуйте. В российско-американском диалоге других тем сейчас просто нет. Поэтому пытаются хоть о чем-то начать говорить. По крайней мере, в видимой части российско-американского диалога. А обмен заключенными, я чуть не сказал военно-пленными, фактически это так и выглядит. Это такая распространенная практика. Я напомню, что и в худшие времена Колобной войны мы обменивались друг с другом, там, агентами, захваченными. В данном случае речь может идти скорее о заложниках. Но это может быть и попыткой, конечно, нащупать дорожку, пока очень тонкую еще дорожку, к каким-то более широким контактам. Насколько я знаю, в качестве посредника сейчас к более широким контактам используется Турция. Мы передаем, имеется в виду Кремль, передает через Турцию некие послания Соединенным Штатам. Михаил? А почему важен БУД именно для России? Да, честно говоря, он уже для России не очень важен. Как мне говорили, когда я полюбопытствовал, что та информация, доступ к которому он когда-то имел, уже давным-давно устарела, никакого интереса она особо его не представляет. Возможно, как раз по этой самой, особенно после санкции, возможно, как раз по этой самой причине американцы готовы обвинять БУД на своих граждан. Ничего интересного БУД уже за душой нет. Хорошо. Александр, как вы видите эту ситуацию? Будет ли действительно обмен какой-то? Или это все, так сказать, долгие и мучительные переговоры в нынешних условиях? Я думаю, что обмен в итоге состоится, потому что американское государство, конечно, заботится о своих гражданах и прекрасно понимает, что они находятся действительно в заложниках у преступного российского режима. И здесь я с Валерием согласен с тем уточнением, что заложниками здесь являются именно американцы в руках россиян, потому что, как и правильно рассказал ваш корреспондент, только что вот те лица, в частности БУД, которые были осуждены американским правосудием, они действительно виноваты в чудовищных преступлениях. Но вот те американские граждане, которые оказались в лапах так называемого российского суда, по всей видимости, ни в чем не виновны. И Пол Уиллан действительно оказался просто-напросто подставной вот такой вот разменной фигурой, которая действительно и не мог знать, что на этой флешке его подставили. Это давно уже понятно. Ну и, очевидно, вот известная баскетболистка американская госпожа Грайнер то же самое стало просто разменной монетой вот в этой игре. И уж точно, вне зависимости от того, что у нее там было в плане так называемого наркотического вещества, явно это не тянет на 9-летний срок тюрьмы. Поэтому, конечно, я думаю, что в итоге обмен будет, но посмотрим, кого именно сейчас обменяют. Потому что пока еще не очень понятно, что хочет Россия и кого будут готовы отдать Соединенные Штаты. Думаю, это будет зависеть от того, насколько серьезный интерес представляют вот эти фигуры, фигуры вот этих вот российских граждан, которые сейчас находятся либо в тюрьмах, либо готовятся к экстрадиции, как тот же Клюшин, например. Ну что ж, еще, Валерий, я хотел бы спросить, а вот вы включаете это в контекст предвыборной кампании, которая идет в Соединенных Штатах? Михаил, да, более чем уместное замечание. Да, я думаю, что визитная цепилась на Тайвань. И это событие вполне удачно укладывается в контекст избирательной кампании, показывая силу демократов во внешней политике и их заботу о собственных гражданах. Это очень удачная и выигрышная повестка. Ну что ж, давайте продолжим о международных событиях этой недели. Еще поговорим. Ну, такое впечатление, что действительно сразу сорвало кран самых разных таких полузамороженных конфликтов. Ну, например, азербайджанские силы возобновили операции против армянских подразделений в Карабахе. Обстановка, правда, сейчас несколько успокоилась. Вот что можно сказать об этом сюжете? Так сказать, оживление это связано с подготовкой к встрече, которая сегодня как раз идет, Владимира Путина и Раджапа Эрдогана. Что скажете, Александр? Я думаю, что отчасти это, наверное, связано с отношениями между Россией и Турцией и встречей между Путиным и Эрдоганом. Но в то же время я полагаю, что здесь отчасти есть, конечно, самостоятельная политическая активность Ильхама Алиева, который, в общем, сейчас, наверное, решил воспользоваться удачной для себя ситуацией, чтобы начать развуливать вот тот отчасти законсервированный конфликт в районе Карабаха. И в то время, да, Россия полностью увязла в Украине, когда Запад сосредоточен, опять же, на том, чтобы защитить Украину от российского торжества, для того, чтобы сдержать Россию. И, соответственно, не так сильно сосредоточен на ситуации в таком регионе, как Карабах. Алиев действительно решил поиграть мускулами. В любом случае, я думаю, что это всегда отчасти игра на внутреннюю азербайджанскую аудиторию. Несмотря на то, что, конечно, Карабах, согласно политической карте ООН, является, ну, в общем-то, да, действительно азербайджанским. Но я хочу пояснить, что в данном случае, вот, что бы кто ни говорил, но вот в этой истории проигравшими будут и азербайджанские, и армянские народы. Все их свинопредоставлены. Ну да, от войны ничего хорошего быть не может. Хотел бы, Валерий, спросить, на ваш взгляд, чего добивается и чего может добиться сейчас Ильхам Алиев вот с такими действиями? Ну, понятно, чего добивается Ильхам Алиева. Я тут с Александром полностью согласен, что во многом это вызвано внутренней динамикой и заложено в саму структуре ситуация, что Азербайджан будет добиваться, это было понятно после событий двухлетней давности, будет добиваться в любом случае полного контроля над Карабахом. Сейчас ситуация крайне благоприятная для Азербайджана. И благоприятна она потому, что в ходе подготовки встречи с Эрдоганом Россия, ну, точнее, Кремль, направил что-то вроде послания соответствующего содержания, что, мол, Россия готова отказаться от защиты Армении, готова отказаться от защиты Карабаха, в том случае, если Турция учтет интересы России и будет России помогать. Ну, вот я думаю, что это как раз проверка, что называется, боем готовности России отказаться от поддержки Армении. Да, ну, вот 5 августа, действительно, в Сочи переговоры Владимира Путина и туда прибыл президент Турции Реджев Артаган. Александр, что можно ждать от этой встречи, если там тем действительно много, не только Карабах, Сирия, отношения с Украиной, зерновая сделка, в общем, какие сейчас у Турции есть возможности показать свое влияние и расширить его? Ну, для Эрдогана, конечно, это отчасти звездный час, потому что он уже проявил себя как посредник того вот зернового соглашения, которое реально вроде как работает. Это ему плюсы, поэтому вот этим он уже поднял свой международный рейтинг. И если ему удастся стать сейчас посредником в каких-то новых соглашениях, или, по крайней мере, проектах соглашений, которые у него идут с Путиным, то это, опять же, серьезный факт его значимости на международной арене для всех сторон. Но нужно заметить, что, конечно, Путин куда больше заинтересован сейчас в Эрдогане, просто потому что сейчас Путин, находясь в абсолютной международной изоляции, ищет любой способ донести до Запада свои послания. И вот он то через экс-канцлера ФРГ Геркса Шандера передает, то через Эрдогана вроде как хочет передать. А что именно хочет? Он хочет передать свое желание о так называемом перемирии. Но тут не нужно, конечно, быть введен в заблуждение. Путину нужно не перемирие, не мир с Украиной, тем более. Нет, он хочет уничтожить Украину как государство и страну. И именно поэтому он проводит этот геноцид. И это следует из всех его заявлений. Но ему нужна, очевидно, передышка. Передышка нужна российской армии, которая очень серьезно покалечена вот этой войной. И, очевидно, сейчас идет по наклонной. Так или иначе. Особенно после того, как поступили хайматься на вооружение Украины. И я думаю, что Путин сейчас будет пытаться с Эрдоганом говорить в том числе и об этом. Но также, как я понял из статьи The Washington Post, похоже, что Путин попытается обсуждать с Эрдоганом и помощь в обходе санкций в банковском, энергетическом и промышленном секторах. Вопрос в том, а готов ли будет Эрдоган пойти на такое. Потому что ведь он должен понимать, что на его сторону будут наложены вторичные санкции. Если он попробует помочь России обойти нефтяные санкции, мы знаем, что нефтяной эмбарго начнет уже в полную силу действовать против России в конце этого года. Валерий, что вы скажете? Как вы видите основную повестку дня этих переговоров? Кстати говоря, интересно, что свою встречу с Эрдоганом Путин начал со слов о газе. Давайте мы чуть-чуть послушаем. В этой связи хотел бы отметить, что северный поток, что турецкий поток, который мы с вами завершили строительством некоторое время назад, сегодня является одной из важнейших артерий снабжения Европы российским газом. И турецкий поток, в отличие от всех других направлений поставок наших углеводородов в Европу, работает исправно, работает ритмично, без всяких сбоев. Ну вот, Валерий, что вы скажете о повестке диалога двух автократов? Я думаю, что Александр абсолютно точно присовал спектр вопросов, которые обсуждаются. Но главное, мне кажется, с точки зрения внутриполитических интересов России, именно внутриполитических, даже внутриэлитных, это будет попытка использовать Турцию в качестве посредника в урегулировании, ну это не назовешь конфликта, это тяжелейшей конфронтации российско-украинской. Дело в том, что Путин относительно недавно, ну фактически на днях пообещал своему окружению, что до Нового года военные действия будут прекращены. И что прекратить их необходимо для того, чтобы осуществить глубокую политическую трансформацию в России. Вот тот пресловутый транзит власти, Михаил, который мы у вас неоднократно обсуждали. Это все переходит в практическую плоскость. Как это удастся сделать, у него ответа нет. Ну, насколько мы можем понять, он очень серьезно надеется на помощь Турции, в чем посредничество, в частности, в зерновом кризисе оказалось очень эффективным. И плюс, абсолютно правильно сказал Александр, ну Турция это посредник в отношениях между Россией и Западом, между Россией и НАТО. Какие послания будут передавать Путин через Эрдогана, мы можем догадываться, что Россия готова пойти на мир, но на мир на своих условиях. Ну и, естественно, вот Путин за это готов чем-то заплатить. В первую очередь, как я уже сказал, он готов снять любую защиту с Армении. Коллеги? Да, ну что ж, я хотел бы еще один сюжет пока обсудить. Это визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, следил весь мир за тем, как она летела на Тайвань. КНР угрожала кантомерами, значит, военные учения были из Тайваня, временная приостановка работы или упразднение восьми механизмов сотрудничества с США. Но вот теперь есть определенная напряженность. В общем, хотелось бы понять, во-первых, смысл этого визита, что он показал миру. Александр, что вы скажете? Я думаю, что этот визит в первую очередь показал, что Соединенные Штаты готовы быть действительно вот тем самым гарантом демократии по всему миру. И если демократия подвергается угрозе, то Соединенные Штаты будут поддерживать ее. И, в общем, в отношении Тайваня действует, как известно, конкретное соглашение, которое было заключено еще в 70-е годы. Тогда Соединенные Штаты, так сказать, заключили своего рода две сделки. Они согласились признать власти в Пекине единственными легативными властями Тайваня, оказавшись признать в качестве таковых власти Тайваня. Но в обмен они просили Пекину помочь с Советским Союзом. А вот Тайваню в обмен Соединенные Штаты обещали гарантировать во веки веков военную, в первую очередь, поддержку в случае агрессии страны материкового Китая. Вот этот визит на НСП Лоси, первый визит такого высокопоставленного американского чиновника за 25 лет, как раз является и одновременно политическим символом, и одновременно практическим подтверждением того, что Вашингтон по-прежнему готов четко выполнить соглашение отсюда, и поднятые в небо американские самолеты, и авианосец Рональд Рейган со своей группой. Ну и, конечно, самое главное, это практический результат. НСП Лоси не только села на тайваньскую землю, но она еще и спокойно улетела. А вот те милитаристские игры, которые развернул материковый Китай, ни на что не повлияли. То есть Си Цзиньпинь в этом случае, конечно, очень серьезно проиграл не только на международной рейне, но и внутри. Он очень сильно подставился, мне кажется, перед своими собственными, так сказать, политическими силами, да, или конкурентами, потому что он не смог остановить посадку самолета на Си Цзиньпинь, несмотря на угрозы, да. И получается, что он вынул нож, он ему размахивал, и этот нож оказался абсолютно бессмысленным, да, и это видели все, что называется. Это, конечно, серьезное поражение личности Си Цзиньпинь, ну и отчасти это раунд поражения китайской автократии, вообще автократов, и в то же время это победа, конечно, в этом раунде Соединенных Штатов, которые показывают, что они готовы защищать и украинскую демократию, и тайваньскую демократию. При этом, братьте внимание, на мой взгляд, что, похоже, включиться в защиту Тайваня даже куда более интенсивно, более глубоко, чем в отношении Украины, это связано, конечно, исключительно с разницей именно в ядерном потенциале между Китаем, Пекином и Россией. Да, Валерий, ну а вы, как считаете, какие выводы Кремль может сделать из этого исторического визита на НСПЛОС и на Тайвань? Ну, выводы он сделает однозначные, точнее уже сделал, что не надо вступать в клинику с Соединенными Штатами, что это не под силу ни Китая, ни Российской Федерации, невидимо даже партнерства России и Китая. Впрочем, Китай совсем не готов вступать в партнерские отношения России ради сомнительной цели конфронтации с Соединенными Штатами. Но вот что интересно, я оцениваю совершенно иначе, чем Александр, внутри политические последствия этой такой риторической конфронтации для Китая. Мне мои друзья из Китая писали, что на самом деле успешно прошла мобилизация вокруг флага, националистическая мобилизация вокруг китайского руководства, произошло сплочение. И выглядит это для китайцев следующим образом, что сначала подняли высокий градус истерики, осуществили мобилизацию, это важно для Си Цзиньпинга, в преддверии съезда, где он должен подтвердить свое лидерство. Но затем Китай проявил присущую его руководству мудрость и не пошел на крайнее решение. То есть с точки зрения внутриполитических итогов, все выглядит для Си Цзиньпинга очень даже неплохо. Ну и я думаю, что демократы тоже в преддверии избирательной кампании и в ходе избирательной кампании, которая была осенью, они запишут себе актив в актив очки. И вот, посмотрите, наша партия последовательно защищает не просто интересы Соединенных Штатов, но именно защищает демократию во всем мире. Здесь я как раз с Александром согласен, что Соединенные Штаты – протектор мировой демократии. И что это глобальная миссия Соединенных Штатов. В данном случае этот шаг очень успешно подтвердил. Ну и, конечно, показал реальное соотношение сил, реальный потенциал сторон в современном мире. И потенциал в пользу Соединенных Штатов, безусловно. Коллеги? А в России осознали, что Китай, скажем так, не является союзником в разных военных операциях, на ваш взгляд? В России это давно осознали, осознали в марте. Потому что те устные обещания, которые были даны Си Цзиньпиням во время встречи с Путиным в Пекине, когда он прилетал на Олимпиаду, выполнены не были. И китайцы однозначно сказали, что они не будут жертвовать своими интересами и поддерживать Россию. Пытаться прорывать санкции, оказывать военную помощь. И дело дошло до очень неприязненных отношений. Эта неприязненность не вылилась в публичную сферу. Но я знаю, что Путин в сердцах крайне нелестно, в неконвенциональных выражениях характеризовался Си Цзиньпиня. Это многожды было. Китайскому руководству об этом донесли. Китайцы ответили взаимностью. Говорю еще раз. В публичное пространство это не вышло. Но напряженность между руководителями есть. Это несмотря на все заявления о стратегическом партнерстве, о добрых отношениях. Ну и плюс есть цифры, статистика. Китайский экспорт в Россию сократился на 28%. Меня память не изменяет. Это последнее сообщение. Это при том, что Китай успешно завоевывает российский потребительский рынок. Более чем успешно. Но никакой военной помощи он, конечно, не оказывает. Точнее, она, наверное, идет, но опосредованно и не в тех размерах, на которые Российская Федерация в свое время рассчитывала. Коллеги. Да, ну вот уже можно теперь к теме, которая ключевая, конечно, тоже обратиться. Больше 160 дней идет путинская украинская операция. Мы видим затяжное противостояние. Александр, как вы оцениваете то, что сейчас происходит на наших глазах? Ну, если оцениваете именно тактическую, военно-оперативную сторону дела, то вот согласно последним данным, в частности, согласно выводам Американского института изучения войны, организация, которая достаточно объективно оценивает эту ситуацию, то сейчас, именно в связи с появлением у Украины достаточно серьезных западных наступательных вооружений, в первую очередь, вот тех же «Хаймарсов», которые помогли, в принципе, уничтожить уже более 50 различных тыловых объектов, которые были на глине фронта. В связи с этим у российского военного командования возникла сейчас проблема. То есть, во-первых, очень серьезная, как считается, снизилась интенсивность обстрела. Вот, как украинские командиры на местах, буквально в 10 раз на некоторых участках снизилась интенсивность стрельбы с российской стороны. Соответственно, снизились и темпы продвижения. Вы вспомните, что, например, со середины мая по середину июня российские войска, которые сосредоточили колоссальное количество артиллерии и боеприпасов на ключевом участке для них, на восточном направлении, захватили множество, на самом деле, населенных пунктов, и в том числе достаточно крупных, да, из Северодонецка и сейчас. С тех пор, как появились «Хаймарсы», они появились и заработали буквально, вот, я помню, 23-24 июня, вот, почти за два месяца, ну, за полтора, будем так говорить, с тех пор, россияне не продвинулись почти вообще. Ну, во всяком случае, в сравнении с тем, как они раньше двигались, и в сравнении вообще с их военным потенциалом, да. И сейчас другая проблема у российского командования. Опять же, благодаря «Хаймарс», благодаря различным высокоточным артиллерийским ствольным системам, ВСУ, если не идут в масштабное контрнаступление на Херсонском направлении, то они угрожают пойти туда. И сейчас российская армия стоит перед дилеммой. Или терпеть постепенное, ну, достаточно медленное, тем не менее, достаточно угрожающее продвижение высокоточных направлений, да. Или же снимать с восточного Донбасского фронта часть сил и перегонять на юг. И вот это сейчас и делается. Но тут другая проблема возникает. Когда они снимают с Донбасса часть войск, украинцы идут там в мелкие контрнаступления. Вот говорят, что, например, под Изюмом сейчас ВСУ начинают поддавливать российскую группировку. Вот даже сего Дмитриевка там освободили довольно серьезное, да, с оперативной точки зрения. Вот. И вот сейчас российскому военному командованию приходится выбирать. Они мечутся, они не знают, что делать. А Мхаймарцы-то продолжают работать. Склады с боеприпасами продолжают гореть. Военные казаны, масты через тот же Днепр, которые очень серьезно жняют сейчас снабжение российских войск на Херсонском направлении. Вот пока такая ситуация. Но стороны пока, конечно, в такой, в достаточно статичной позиции. Но при этом это слово достаточно хорошо. И плохо российская армия, потому что... Хорошо. Валерий, хотел вас спросить. А вот каков политический эффект такого затяжного сценария, который мы видим нынче? Политический эффект очевиден. В российском руководстве, ну, я бы не сказал, что там есть раскол. Это было бы серьезным преувеличением. Но там преобладает, причем даже среди военных, точка зрения, что пора положить уж конец безобразию. Надо договариваться с Украиной. Но надо договариваться с Украиной, исходя из нынешнего территориального статус-кво. То есть договариваться и контролируя все те, как их называют, новые территории. И есть точка зрения меньшинства, но, к сожалению, для мира, для Украины и для России это меньшинство довольно влиятельно. Но это именно меньшинство, которое настаивает на том, что лозунг войны до победного конца более чем уместен. Путин колеблется между двумя этими позициями. Но, видимо, насколько мы можем сейчас судить, для того, чтобы вынудить, принудить Украину к миру, Россия готовит наступление. И, насколько мне известно, в ближайшие несколько дней он должен подписать директиву о начале наступления на Украине. То есть вот та статичная ситуация, которую довольно точно охарактеризовал Александр, она должна скоро нарушиться. Я напомню, что пару недель назад министр обороны США Остин сказал, что в августе эта конфронтация вступит в новый этап, и это будет решающий этап. Насколько я знаю, практически все участники этой конфронтации и наблюдатели, в том числе натовские, оценивают именно так. В ближайшие два месяца должен произойти или стратегический перелом в пользу одной из сторон, или стороны могут истощить свои усилия. И тогда им придется все равно договариваться. И еще раз повторю то, что сказал десятка минут раньше, что Путин дал обещание своему окружению, что к концу этого года военные действия будут прекращены так или иначе. Что цели операции, очень правда понятно, какие это цели теперь, они будут достигнуты. А как вы прокомментируете миссию Шрёдера, который приезжал в Москву, а теперь в Европе говорит какие-то странные вещи? Я не слышал, что экс-канцлер говорит, но то, что он в очень хороших, я бы сказал, чересчур хороших отношениях с российским руководством, это не секрет. И, конечно же, он некое послание привез для Запада. Это послание касается отнюдь не только поставок газа, ситуации с энергоносителями, но в первую очередь это русское видение, кремлевское видение перспективы регулирования этого конфликта, этой конфронтации. Как насчет, так сказать, газовой составляющей давления на Европу? Это будет продолжаться все эти манипуляции в ближайшее время? Это опять же в хадис входит, так сказать, я так понимаю, в миссию Шрёдера предложить какие-то договоренности. Я думаю, что давление будет продолжаться. У России не так много инструментов, которые она может использовать для достижения своих целей. Это вполне себе инструмент гибридной войны. Другое дело, что это вряд ли сработает. Несмотря на все усилия Российской Федерации, нет ощущения того, что этот экономический шантаж добьется своих целей. Европейцы понимают, к чему Россия стремится. И, в общем, я бы сказал так. Может быть, со старой Европой это дело бы еще и выкорило. Там с Германией, Францией и Италией. Но поскольку вмешиваются и Британия, и Соединенные Штаты, то, я думаю, европейцы будут придерживаться прежней позиции поддержки Украины. Вы говорили о двух группах в российском руководстве. Все-таки персонально можно как-то понять, какие фигуры играют на какой стороне. Есть главный ястреб на словах Дмитрия Медведев. Есть Кириенко, который ездит в Донбасс. Есть какие-то молчаливые Собянина и Мишустин, мэр и премьер-министр. Ну и есть Николай Патрушев, который периодически разражается какими-то стратегическими размышлениями. Главные протагонисты радикального решения, сторонники войны до победного конца – это Патрушев и Юрий Ковальчук. А те, кого вы перечислили в начале, да, это тоже входит в группу ястребов, но они не столь влиятельны, как мы знаем. Именно Юрий Ковальчук и именно Патрушев – это два вообще самых влиятельных после Путина человека в России. И оба они придерживаются одной позиции. Что касается Собянина, Собянин крайне нелицеприятно выразился о Путине, не назовав права того по имени, когда сравнил то, как повел себя Китай в ситуации с Тайванем, и то, как повел себя Путин в отношении Украины. Ну и для людей, я бы сказал, связанных вообще с бизнесом, с экономикой, это, конечно, и Собянин, и Мишустин, и все министры правительства, характерна, ну по русским меркам, вегетарианская позиция. Они понимают, что, в общем, Россия движется, может быть, сейчас медленнее, чем прежде, но все же в направлении социально-экономической катастрофы. И уж точно по пути деградации, это уже отрицать невозможно. Можно обсуждать темпы движения, но то, что это путь деградации, это совершенно очевидно уже все. Коллеги? Да, Александр, ваше мнение, будут ли усилены в ближайшее время санкции против России, европейские, например. Вот много разговоров о подказе полном и выдаче шенгенских виз россиянам. Некоторые страны это уже осуществляют. Но что-то произойдет, на ваш взгляд, в ближайшее время? Ну, на мой взгляд, практически все возможные серьезные санкции уже введены. И Россия, только я знаю, сейчас рекордсмен по введенным санкциям, причем намного опережает, допустим, такую страну, как КНДР. Единственная санкция, которая до сих пор еще пока не согласована, это санкция против покупки российского газа. И эмбарго на российский газ будет обсуждаться, я полагаю, примерно через год-два, потому что сейчас страны Европы активно обсуждают возможности найти альтернативных поставщиков газа. И такие соглашения заключаются. Это тот же КАТР, тот же Азербайджан. Будут, возможно, сейчас согласованы какие-то проекты по строительству каких-то трубопроводов и так далее. Все остальное уже введено. Тот же нефтяной эмбарго, как известно, начнет действовать к концу года. Ну, а целый ряд стран, таких как США, Канада, Австралия, Великобритания, так или иначе, уже практически полностью отказались вообще от всех российских энергоносителей. И осталась еще одна мера, которую неизвестно, получится ли ввести, но вполне возможно. И для нее нужна только политическая воля. Это как раз то, что уже происходит. Конгресс США может признать Россию государством спонсором терроризма. Верхняя палата, Сенат, уже единогласно приняла эту, я бы сказал, не резолюцию, а это, скажем так, призыв Госдепартамента признать Россию в качестве спонсора терроризма. Сейчас вот в палате представителей будет голосование, я, кстати, думаю, что она не спелось перед уходом из политики. Хотела бы, конечно, дополнить к своим, так сказать, финальным символическим победам, помимо приземления на Тайване, еще и вот этот момент, чтобы палата представителей приняла все-таки вот этот документ. Впоследствии, насколько я понимаю, еще раз должен Сенат проголосовать этот документ. И если вот две палаты переймут этот документ, то это будет означать, что государство США, соответственно, вот такой статус передаст России. Что это будет означать? Это будет означать еще более серьезное усиление санкций. И главной чертой этого усиления будет автоматическое задействование вторичных санкций против тех стран, которые вообще каким-то образом будут сотрудничать с Россией. Я уже не говорю о расширении списка тех, опять же, товаров, уже, наверное, потребительских, да, которые будут запрещены к увозу в Россию. Посмотрим, решится ли Конгресс на такое в ближайшее время. Думаю, возможно, перед выборами. Ну, это вполне возможно для демократов, которые, кстати, сейчас занимают большинство в Нижней Палате. У меня вопрос, Валерий, вот по какому поводу. Это информационная политика российской власти. Вы, как специалист, можете ли оценить последние утечки там так называемых методичек, которые возникли на информационном поле? Это предложение всяким гос.СМИ, чиновникам, блогерам сравнивать действия России с Невской битвой, с крещением Руси, а теперь еще и с Первой мировой войной, что, так сказать, вот сплочение вокруг общего лидера, борьба с безбожниками. Ну, вот примерно такие формулы предлагаются внедрять в массовое сознание. У меня нет никаких сомнений в аутентичности этих методичек. То есть они вполне актуальны и свежи. Другое дело, что у меня есть серьезные сомнения в содержательной стороне, в том, что это будет работать. Я уж не говорю о том, что сравнение с Первой мировой войной нынешних событий, оно не просто контрактивно, оно фактически самоубийственно для власти. А все остальное, там, Александр Невский, борьба с безбожниками за ценности, это не то, что не сработает. Для публики, которая находится под влиянием телевидения, а все-таки 60% населения России черпает информацию из телевидения, насколько мне известно, это может работать. Но это производит какое-то гротескное впечатление. И вряд ли это окажется в стратегическом плане устойчивым, вот эта вот линия. Это мне все напоминает, особенно когда я узнал о том, что уроки по третьечку воспитания под информацию вводятся в школах. Мне это все напомнило советские времена, Михаил, я думаю, вы тоже помните. То, что мы с вами переживали лично, да. Но это же не работает, и мы это знаем исходя из советского опыта. Это социализация, которая разрушается, потому что есть вопиющий контракт между словами, контраст, прошу прощения, между словами, между риторикой, между дискурсом и практиками. Если твои доходы снижаются, а они реально снижаются, если ассортимент вымывается, то что тебе с того, что был когда-то великий русский князь Александр Невский? Ну вот, ощущают ли люди действительно какие-то перемены негативные? Есть некоторые в этом сомнения. Мы решили людей по этому поводу спросить. Скорее она просто видоизменилась. Россия улучшилась наоборот. Во-первых, свои политические взгляды отстаиваем на мировой арене. Многополярность появилась в мире. Не одни, только американцы указывают всему миру, что делать. Конечно, ухудшилось. Санкционное давление никуда не изменилось, поэтому не стоит его отменять. Но я не думаю, настолько критично, чтобы стало совсем плохо. В рамках того, что мы сможем терпеть россияне, в том числе страна. Мы стали жить лучше. Мы теперь надеемся только на свои силы. И у нас, в принципе, все есть для этого. И земля, и ресурсы. Я думаю, что мир только стал хуже жить. Из-за того, что стали, разорвали все дипотлошения с Россией. Да нет, не особо ухудшилось. Но лично, судя по себе, мы не так же, как жилось, так и живется. Все хорошо. Абсолютно ухудшилось, потому что, ну, серьезно, наложили определенные экономические барьеры. Снизилась торговля. Ну, и, как по мне, это не очень хорошо скажется на благосостояние россиян. Отчасти ухудшилось, отчасти улучшилось. Позиция в мире более сильная, я считаю, странная. Ухудшилось в плане жизни, финансов и так далее. Я считаю, что все прекрасно, и мы живем в самой лучшей стране мира, и будет все только даже лучше. Просто нужно всем постараться начать работать. Как бы у нас все свободы сейчас все открыли, пути предпринимательства, бизнеса. Вон мы одежду делаем, как бы, ну, почему нет? То есть у нас огромная культура богатая, зачем нам Запад и прочие вещи? Надо свое, как бы, возвращаться к истоку. Ну, вот вопрос Александру, собственно, как вот пропаганде российской удается как-то нивелировать, что ли, негативные экономические эффекты, которые происходят уже и, собственно, они были и до событий этого года. И сейчас, так сказать, ускоряются процессы ухудшения ситуации. Тем не менее, люди как бы полны некоторого относительного оптимизма, а некоторые тезисы просто повторяют за телевизором. Я не вижу здесь, на самом деле, ничего удивительного в том, что российской пропаганде удалось одурманить достаточно большое количество россиян. Просто потому, что россияне давно были готовы к приему вот этого наркотика. Хотя, вообще-то говоря, вот эти ответы несколько отличаются от недавнего открытого опроса, который производился по открытой технологии, насколько я понимаю, в ЦИОМам, между прочим. И там выяснилось, что подавляющее большинство молодых людей, или, по крайней мере, не менее половины прошлых, то есть это лица до 34 лет, выступали против войны, против российской агрессии в отношении Украины. И, в основном, вот лица старше 60 лет выступали за эту войну, я думаю, в том числе и потому, что не им воевать. Но, тем не менее, конечно, страна готовилась к этой войне ментально на протяжении ни одного года и даже ни одного десятилетия. И россияне различных возрастов так или иначе были пропитаны. Пропитаны чем, я думаю? В первую очередь, это вот, что называется, такой вот синдром проигравших. Так они себя воспринимали, потому что для многих из них Советский Союз все еще жив, или, во всяком случае, он имеет право на существование. Они воспринимали пропаганду, Российская Союзная поддерживала восприятие. Развал Советского Союза как поражение, за которое нужно взять реванш. При этом, при всем, к сожалению, россиянам так и не удалось интегрироваться вот за эти 30 лет в глобальное пространство, в том числе и экономическое, в том числе и культурное. И у них, соответственно, синдром людей, которые обижены, обижены на весь мир. И, конечно, вот эта вот война, которую развязал Путин, она просто-напросто стала дополнительным толчком и объяснением, и мотивацией для всех них, чтобы уйти в еще большую изоляцию. Вот. И я думаю, что, скорее всего, иррациональная жажда каким-то образом объяснить себе вот эту изоляцию, она превышает все эти экономические аргументы о серьезном кризисе, который еще только начался. Конечно, ухудшение еще всех впереди. Валерий, а как все-таки преодолеть этот веймарский синдром или рессентимент, как его, я не знаю, правильно ли я называю? Только одним способом. Испить чашу до дна, это будет очень горькая чаша, мы понимаем, что она сейчас только поднесена, мы еще не пьем, но это, несомненно, произойдет. И отключить машину пропаганды. Я могу вам сказать, что как только она будет отключена, конечно, не все, но значительная часть через пару-тройку месяцев начнет приходить в себя. И мы тогда столкнемся с удивительными эффектами, когда люди будут говорить, что они никогда не занимали той позиции, которую они занимают сейчас. Они на голубом глазу это будут говорить, и они не будут лгать. Они перепишут свои воспоминания, и мы увидим это, вот нет сомнений. Но на самом деле на выздоровление общества, ведь дело не в том, что пропаганда лжет, это мы знаем. Дело в том, что пропаганда привела общество российское в состояние массовой невротизации, психотизации. Она выбивает людей из колеи, она сперва выбивает, а потом начинает манипулировать. Так вот, уйдут годы на то, чтобы общество стало возвращаться к психической норме, подчеркну. Не там какой-то политической или культурной, к психической норме. Вот на это уйдет немало времени. И некоторые так и не вернутся. У меня в этом, к сожалению, сомнений нет. Михаил? Да, если говорить об уроках, которые, собственно, можно извлечь из предыдущего периода. Вот я тут видел такое мнение, что российская оппозиция зря гонялась за коррупцией, пересчитывала миллиарды, потраченные на дворцы. Она как бы не увидела эту милитаризацию, которая происходила на ее же глазах. Упустила, так сказать, вот ключевой момент, который происходил. Я не разделяю эту критику. Ну, знаете, задним умом все мы крепкие. Но в тот момент тема коррупции казалась более выигрышной. И я напомню, что она какое-то время работала. Она раскачивала общественное сознание. Ее можно было использовать как инструмент мобилизации. Что касается милитаризации, ну, видите, люди не склонны верить в самое ужасное. Просто не склонны. Вот я, допустим, точно знал, что решение о операции принято там в начале, ну, где-то 10 февраля оно было принято. Вопрос был только в дате. Я знал это. Мне сказать, что это все уже неопровержимо. Но поверить в это до конца я не мог. До 24 февраля. Точно так же любой нормальный человек не в состоянии поверить в то, что подобные вещи, подобная политика может реализоваться в 21 веке в Европе. В Европе, да. И в странах, которые пережили чудовищную войну. Переживали они эту войну вместе. Вот поверить в подобное было просто невозможно. То есть есть вещи, которые мы от себя отстраняем. Ну, это естественная реакция. Поэтому, если бы я упрекал российскую оппозицию, то, может быть, за что-то другое, но вот не за это. Михаил? Да, Александр, ваше мнение. Что упустила российская оппозиция и может ли она на что-то повлиять сейчас? Я убежден, что российская оппозиция должна была бы все эти годы в первую очередь поднимать проблему российской имперскости. Это, на самом деле, конечно, банальность. Я здесь ничего нового не говорю. Я об этом уже много раз говорили. О критике российской оппозиции и не в Украине, и не в Украине. Они должны были говорить, что самая большая проблема России, эта проблема связана с тем, что она не отказывается от комплекса империи, от желания заниматься тем, чем, собственно, эта империя занималась на протяжении веков, то есть присоединяла чужие территории, устраивая там сущий кошмар, вырезая местное население, местные нации, местные народы, изменяя их народами России. И, собственно, то, чем занимается сейчас российский режим, вот на оккупированных украинских территориях, почему, собственно, они бомбят и сравнивают города с землей, просто им нужна территория, им не нужны там люди. И вот об этом нужно было говорить. А, понимаете, критиковать коррупцию в стране, которая готовится к большому завоевательному походу, а это совершенно очевидно было, да, уже давно, еще с 14-го года, как минимум, а то и с нападения на Грузию в 8-м году. Ну, странно, потому что, простите, но коррупция в вот такой милитаризованной стране, это, наоборот, благо. Благо для окружающего мира, потому что коррупция разъедает этот милитаризм. И мы видим, что эта коррупция как раз и в части помогла вот сейчас вот, да, в Украине, Западу давить, собственно, российскую армию, потому что именно, когда я думаю, что Россия не имеет многих тех технологичных средств, о которых нам рассказывают. Да, к счастью, они по большей части все в мультфильмах остались. Вот и есть это самое главное, мне кажется, ошибка российской позиции. Я еще хочу одну новость попросить прокомментировать Валерию. Вот появились сообщения о том, что справедливая Россия, коммунисты, ну, они все поддерживают линию Путина, вдруг будут сливаться в единую политическую силу, и в России может появиться аж двухпартийная система. Это, так сказать, утечки какие-то или выдумки, на ваш взгляд? Нет, это не выдумки, это именно утечки. Это тот план, который обсуждается довольно давно и после последних парламентских выборов. Сейчас, насколько я знаю, он переходит в практическую плоскость. Вот осенью он должен уже реализоваться. Осенью, видимо, позднюю осенью, в преддверии Нового года, предполагается объявить о досрочных парламентских и президентских выборах, а предварительно осуществить объединение вот именно и справедливой России с Компартией, а ЛДПР с Единой Россией. ЛДПР должна не объединиться, она, собственно, должна войти в единую Россию. И в России вот возникнет такая забавная двухпартийная система. Даже уже известный разнаряд, как то, сколько должен получить голосов, ну и не голосов, прошу прощения, мест в новом российском парламенте. Около 85% должно быть у Единой России, около 15% у коммунистов. Больше там партий не будет. Независимых тоже, наверное, не будет. А в чем смысл этой операции? А смысл в том, что это идея, которая очень нравится Путину. Он ее давно вынашивал. Особого политического смысла нет. Возможно, считают, что это характерно для чекистов. Чем меньше субъектов, тем прочее управлять. Упрощение системы. Ну и ваши прогнозы не всегда оправдывались. Поэтому тут я большой знак вопроса поставлю. И спрошу Александра в заключении. Ну а вы как смотрите? Вот эти, так сказать, перестановки, они на что-то могут повлиять? Или, так сказать, это все такая ерунда, которой не стоит заниматься, обращать внимание, как на разные попытки пробиваться, в муниципальные или просто в депутаты, которые мы видим иногда тут? Ну я вот как раз ровно то же самое хотел ответить на этот вопрос, что и Валерий. Абсолютно согласен, что делается вот это исключительно для упрощения управления этой системой, потому что выборы-то уже фарс превратились в Россию. Но, тем не менее, этот фарс нужно было поддерживать на разных уровнях. И чем больше вот этих партий, ну пусть их не так много, но тем не менее, тем больше бюрократической возни, тем, соответственно, сложнее там было что-то где-то подтасовывать и так далее. А сейчас будет 304... Все точки на сервере... Вот эта вот Россия, да, она идет по пути упрощения, то есть сочинения всего государственного механизма, предельно примитивных структур, да, символом и центром которой является один человек со своими прислужащими ему лицами, да, из так называемого совбеза. Ну, а я уже не говорю про то, что никакого смысла больше не будет вообще в любых электоральных процедурах, ни в федеральных, ни в каких-то региональных, ни в федеральных. Про это можно вообще забыть. И мне, честно говоря, я попрошу прощения, может быть, у тех, кто в России пытается сейчас каким-то образом поучаствовать, в этих электоральных процедурах, оппозициях, я просто не вижу с ним. Да, ну что ж, спасибо. Я благодарю Валерия Соловья и Александра Кушнарев в программе «Лицом к событию». Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам радио «Свобода», «Свобода».